Всем привет! Сегодня я хотел порадовать вас вело-новостями. Некоторые из них, возможно, покажутся кому-то старенькими или, наоборот, неуслышанными, свежими. Но, в любом случае, мы начнем со SRAM. И это фирма, которая производит переключение скоростей трансмиссии колеса. Были когда-то куча компонентов, огромная фирма. Ей принадлежит куча разных брендов, таких как Zip, Quark и другие. Quark — это те, кто производит ваттметры. И теперь SRAM купил еще один бренд, производящий ваттметры. Это PowerTap. Возможно, вы когда-нибудь уже слышали или даже видели. Ваттметры базируются либо во втулке заднего колеса, либо в педальках, либо, что реже, в звездах системы. Но, в любом случае, приобретение было совершено, чтобы увеличить ассортимент ваттметров. То есть не всем нравилось или подходит по сценарию использования один-единственный ваттметр в шатунах, как в актуальном Quark, на моем фокусе в том числе. И люди имеют несколько велосипедов, скажем, ТТ для редких, но метких гонок разделочного характера. Или там аэрошоссейник, и еще один стандартный, и маунтенбайк, и прочее-прочее. Или какой-то другой совсем велосипед, веломобиль, без понятия что. И тогда эту систему Quark переносить было очень сложно, мудрно и вообще неразумно. И вот именно для таких клиентов SRAM как раз купил PowerTap с надеждой, что такие вот люди будут приобретать именно ваттметры, базируемые на педалях. А опять-таки фирма будет называться теперь Quark PowerTap, и ваттметры обновятся в скором будущем. Я ожидаю, в принципе, первые какие-то продукты от этого слияния уже в этом году. Но весь сервис, все гарантийные обязательства старым клиентам PowerTap'а, все, конечно же, остается. И вот в данный момент, несмотря на то, что новость довольно-таки старая, все слияние как раз заканчивается, все технологические и прочие ресурсы идут сейчас вот, переезжают и прочее. То есть организационные моменты как раз решаются. Следующий момент это Тон Меркс, я не знаю, связанный с Ростовом, с Ростными связями, с Эдди Мерксом, но этот человек собрал 2215 различных джерси. Я вроде как рекомендую, ну, 2-3 джерси иметь, если ты часто очень катаешь и редко стираешь, или в стиралке любишь все стирать, чтобы, опять-таки, стиральная машина накапливалась, то, возможно, больше, 5-6 джерси. Но вот у этого человека 2215 различных, и за некоторыми из них он охотился буквально на ebay и других объявлениях, потому что коллекционировал именно профессиональные трико, что, конечно, еще сложнее, чем просто охотиться за какой-то моделькой от Асоса, Рафа или Кастелли. Но все вот эти трико, как видно, собраны в одном месте на стадионе PSV Eindhoven, коим фаном Тон Меркс также является. Следующий момент более новостной, более глобальный. Окей, он затрагивает только Европу пока что, или, к сожалению, надеюсь, другие потянутся. Речь идет о безопасности. Я уже рапортовал о случае, когда тягач раздавил женщину, и она теперь инвалидка на всю жизнь, еле выжил и прочее. Этого всего могло не произойти, если бы у тягача были специальные ассистенты, электрические, дигитальные, не знаю какие, но видящие велосипедисты и тормозящие весь огромный 40-тонный грузовик. Но в 2024 году в Европе, по всему Евросоюзу, это будет законно, то есть, что все новые тягачи должны будут оснащаться. Во-первых, ассистентом поворотов, то есть, теперь тягачи водителей будут видеть, что в мертвом угле кто-то находится, там будет пиликать что-то, и если они это игнорируют, то следующий тоже законный пункт, то есть, нужно обязательно будет в 2024, к сожалению, только всем новым тягачам, старые, к оснащению этих сенсоров принуждены не будут, но экстренное торможение тоже обязательный пункт, то есть, если кто-то вдруг выбежит резко, или еще что, электроника сработает, грузовик затормозит. Blackbox тоже будет установлен во всех тягачах, он будет, опять-таки, для анализа и последующего развития техники, то есть, если произойдет какая-то авария, при помощи Blackbox будет анализироваться, что пошло не так, что можно улучшить, что можно еще ввести. В общем, в общей сложности около 30 обязательных пунктов по поводу безопасности будет, в том числе блок для пьяниц, специальный электрический, не знаю, диодный блок какой-то, видимо, на руле, по-моему, такой уже существует, в частных, в маленьких легковушках, и он определяет, пьяный человек или нет. Часто слышим здесь, в Германии, о пьяных румынских водителях, польских и прочее. Теперь такого не будет, я даже знал, знал такого человека, который работал на фирму, он был водителем, знал, что его коллега пьет, но никому не говорил. По мне так, это просто, да, тот человек, который не говорил, вот в таком случае, он сам виноват, он не просто сам виноват, он виноват, он, если тот пьяница кого-то сдавил, нужно судить обоих, причем по одинаковой строгости, как по мне, причем того человека, который трезвый и не рассказывал, а вот такому вот пьянице, наверное, даже построже следует, потому что это, конечно, просто безответственность, ребятчество, я не знаю, но это явно не взрослый человек. Следующая новость из мира не самых нужных вещей, это дизайнерские какие-то вещи, деко и прочее. Мы в Германии имеем кучу таких магазинчиков, которые продают по маленьким ценам всякую хрень для дома, которая должна как-то что-то украшать. По мне так это, ну, просто пустое, особенно если подумаете, что все это в основном из пластика, очень дешево стоит, делается в Китае, ну, полная хрень на самом деле. И если все, опять-таки, из-за этого фона, в принципе, украшать квартиру, ну, пожалуйста, то есть я как бы не против, но когда все это из Китая идет и прочее, очень дешево, из пластика, то это все хрень. Один из выходов ситуации апсайклинг. То есть из старых вещей делать что-то новое, не обязательно функциональное, но, по крайней мере, не выкидывать. И заменять этими старыми вещами, новыми, новыми поделками из старых вещей, какие-то новые поделки из новых ресурсов. И этим занимается radelbatsi.de, не спонсирован. Можете зайти на сайт, посмотреть, что они там сделали, там лампы, в том числе, звездочек старых, там что-то из цепей, рукояток и прочего. 1470 евро стоит огромный вот этот шар. И, конечно, когда свет горит, и тени везде, звезд, это, конечно, просто круто, мне кажется, для любого велолюбителя, у которого есть лишняя копейка, 370 евро стоит маленькие версии. И мы переходим к последней новости. И это новость, связанная с велосипедизацией. Это, конечно же, здорово, всегда радостно. Бельгия велосипедизирует, большой палец Бельгии. У них, так же, как и в Германии, есть налог, и, наверное, как и в России, налог на добавленную стоимость. Там он, в отличие от Германии, есть 21%, у нас 19%. И он распространяется так же, как у нас на буквально все. Кроме продуктов питания, по-моему, и прочие детали опустим, но на велосипеды тоже. То есть 19% вот у нас в цене, это то, что налог на добавленную стоимость. Бельгия предложила, и сейчас это Евросоюз должен одобрить, снизить этот процент до 6 всего лишь процентов. И это, конечно, просто здорово. Это экономия, это классно. Надеюсь, Германия тоже подтянется. Так вы сможете сэкономить солидную сумму. Скажем, вы планировали купить S-Work Star Max за 10 тысяч евро, и вам нужно было платить в Бельгии 2100 евро. Чисто вот в этой цене был бы налогом. А так 2100, минус 600, и получается полторы тысячи вы сэкономили. Это, это очень круто. Получается, чем больше тратишь, тем больше экономишь. Да, в любом случае, это, конечно, очень приятная скидка будет, и это то, что будет способствовать велосипедизации. По этому поводу, конечно, надеюсь, другие страны подтянутся. В России абсолютно, мне кажется, нужно государству из этой области уйти. Налоги, в немецком языке налоги можно назвать как управление, да, то есть, государство управляет через налоги. и мне кажется, если правление в России хоть чуточку обладает интеллектом, то оно снизит налоги на велосипеды, тем самым разгрузит дороги и, в принципе, сделает, оздоровит нацию, позволит некоторым людям фактически доживать до пенсионного возраста и прочее, прочее. Окей, это все не оправдывает другие ошибки правления, в том числе в России и так далее, не будем о политике, в этом видео, по крайней мере, но это были все новости на сегодня, огромное спасибо за внимание и за то, что поддерживаете канал, просмотрами лайками, комментариями, до новых встреч.